Общий дом для людей разных судеб и поколений. Заполярный район отмесил свой 11-й день рождения. Муниципальный район появился в 2005 году в рамках реформы местного самоуправления. Район является крупнейшим муниципальным образованием региона и занимает всю территорию Неницкого округа, за исключением города Наринмара. В состав района входят 42 населенных пункта. Главная ценность этих поселений, конечно же, люди. На сегодняшний день население Заполярного района составляет более 21 тысячи человек. Лучшие из них сегодня были отмечены благодарственными письмами и специальными призами. Волновались сегодня? Очень. Первый раз в жизни. Очень волновалась. Мария Филиппова сегодня стала победительницей конкурса «Гордость Заполярного района» в номинации «Патриот». Вот уже много лет женщина бережно хранит память о своей малой родине – деревне Просундуй, которого сегодня нет на карте Неницкого округа. 12 лет назад благодаря ей было создано землячество, проведена большая работа по сбору и сохранению информации о поселке. О его жителях выпущены брошюры и книги. А еще она вместе с земляками в несуществующей деревне поддерживает старый гостевой дом. Все же на 30 с лишним землячеств. Единственный дом за 140 километров по реке Куи. А дом этот спасает людей. Вот, например, два случая. Просто помню, когда МЧС искала людей. Жены уже заволновались. Около 40 градусов мороза. Мужчин нет дома. Обещали к Новому году. Их нет. А то буран сломался. Они знали, что здесь дом. Пешком до дома добрались. И вот в этом доме пока мужчины их не отыскали. Ну, в смысле, приехали рыбаки поудить. И вот их спасли. Именно на таких людях, как Мария Филипова, держится весь Заполярный район. Отметил в своем поздравлении губернатор Неницкого округа Игорь Кошин. Он поблагодарил жителей и администрацию сельских поселений за успешную работу. В зону вашей ответственности входит практически половина жителей Неницкого автономного округа. Именно та половина, работать с которой, пожалуй, сложнее в силу. В силу одоленности большинства поселений. В силу различия менталитета городского и сельского жителя. Но должен сказать, что уже на протяжении 11 лет администрация и совет Заполярного района со своими задачами справляются. Действительно, Заполярный район со своими задачами справляется. Во многих населенных пунктах появились новые школы, ФАПы, многоквартирные жилые дома. В благоустроенной территории успешно развиваются крестьянско-фермерские хозяйства. Активно живет и сельская молодежь. Для них в год проводятся тысячи мероприятий, реализуются интересные проекты. Один из них – молодежный слет «Арт-квадрат», который с 2011 года ежегодно проходит в Тельвиске, сегодня был отмечен как лучший проект года. Прошло свыше 100 детей. Дети были все творческие, инициативные, активные. Были очень интересные моменты, мастер-класс. Были специалисты из Нижнего Новгорода, Москва, Санкт-Петербург, Северодвинск, Архангельск и самый такой северный город, наверное, Норильск. Были классные педагоги, давали очень много материала. И у нас была цель в том, чтобы ребята научились, сдружились, и тем самым уже потом, приезжая в свои северные пункты, могли создать ту или иную программу для своих детей, подростков, молодежи, и помочь работать в культуре. Впереди у Заполярного района еще много не только творческих, но и других амбициозных планов. Для их реализации сегодня есть все условия, а главное – люди.